Власти Троицко-Печорского района представили общественности план развития муниципалитета. Слушание в таком формате проходит по предложению Сергея Гапликова. Напомним, выступая 24 марта перед депутатами Госсовета с программой возрождения республики, он сделал акцент на поиске и создании точек роста драйверов экономического и социального развития в каждом городе и селе. Побывав в качестве непосредственного участника слушаний, губернатор проинспектировал и выполнение поручений по развитию главного лесоперерабатывающего предприятия района, посетил аптеки и пообщался с жителями отдаленных поселков посредством видеосвязи. Константин Куратов о том, как это было. Флагман деревообработки Троицко-Печорского района, предприятие Печора Энергоресурс – главная точка роста местной экономики. С начала года здесь просто промышленная революция. Завершено строительство второй линии лесопиления, заработал цех по сортировке сухих материалов, открыт цех поганажных изделий. Это еще строительство второго сушильного тоннеля, еще трех периодических камер. Под эти мощности, увеличение мощности котельной на 4 мегаватта и под это оборудование уже куплено. Мы ждем, когда оно будет изготовлено. Сегодня на предприятии работает 186 человек, причем все местные жители или из близлежащих поселков. Людей обучают, то есть люди приходят со стороны. Здесь нигде по близости обучить нельзя на таком сложном оборудовании. Приходится обучать людей по месту. Так что я только считаю одни плюсы. Рабочие места с каждым годом все растут и растут. Фонд лесозаготовительный у нас тоже растет, значит объемы тоже наращиваются. Далее глава республики проинспектировал аптечные пункты на наличие необходимых медицинских препаратов для льготников. Оказалось, на отсроченном обслуживании рецепты отсутствуют. Не пустые полочки. Когда появилось? Ну это появилось уже, наверное, месяца два. Основная часть пребывания главы в муниципалитете – общественные слушания по развитию района. Исторический разговор в Троицкопечорске стартовал с телемоста с отдаленными поселками Приуральский, Якша, Комсомольск-на-Печоре и Нижняя Омра. Каждый житель нашей республики должен чувствовать и гордиться тем, что он житель республики. Что Коми – это его родная земля, это тот край, который ему дал все, что необходимо для жизни. Ну и, безусловно, республика тоже ждет соответствующего порыва, участия и непосредственной вовлеченности в развитие наших территорий. Жители деревни Еремеева пригласили Сергея Гапликова на шестой республиканский праздник «Охотника» в сентябре, которому сейчас активно готовится. И с года в год вырыл еще слангаж становится все более популярным среди туристов. Но для раскрутки бренда не хватает мобильной связи и интернета. Глава адресовал поручение профильному министру. Эта деревня входит в четыре населенных пункта – Еремеево, Мирный, Полью и Усть-Унья, где мы в этом году сделаем связь, в том числе покрытие сотовой связи. А жители деревни Якша активно развивают первую в мире лосиферму и готовы представить бизнес-проекты по строительству визит-центра, а также программы реабилитации на основе анималотерапии, лечения животными и лосиного молока. Сергей Гапликов обещал внести предложение в программу возрождения и выразил готовность обустроить дорогу на Якшу, которую здесь уважительно называют «хозяйкой». Сразу после телемоста с отдаленными поселками, из которых до райцентра довольно трудно добраться, Сергей Гапликов пообщался и с жителями самого Троицко-Печорска и близлежащих деревень. Неравнодушные к судьбе района жители собрались, отбросив все дела в одной из школ поселка, чтобы оценить план Ильи Сидорина по развитию муниципалитета. И, конечно, предложить свои мысли. Руководитель администрации района акцентировал внимание на три основных направления развития – добыча, переработка и туризм, которые, впрочем, базируются на одном ресурсе – в природных богатствах. К примеру, перспективный проект по добыче минеральных солей в Якша. Проведены подготовительные работы, проводится отсыпка дорог, планирование площадок, бурение скважин. По имеющим данным, месторождение может иметь колоссальный запас солей различного предназначения. На сегодняшний день выдано две лицензии. Для развития лесной отрасли Илья Сидорин предложил построить на основе муниципально-частного партнерства дорогу к поселку Приуральский. Она должна открыть путь к богатейшим зеленым массивам. Один из ключевых моментов – мост через реку Палью уже реализован. И, конечно, развивать экологический туризм – вот уж действительно точка роста для Тройско-Печорского района, потенциал которой практически не используется, а проектов уже множество. Одно из конкретных предложений республики – создание единого туроператора, который бы продвигал региональные маршруты. Дополнения и предложения в программу высказали и собравшиеся жители. В Тройско-Печорске запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. И это действительно крайне необходимые действия для нашего поселка. Но также необходимо обратить внимание на поселение и навести порядок в спортивных сооружениях на селе. Поддержал молодежь один из почетных участников общественных слушаний – олимпийский чемпион Николай Божуков, который вырос в Тройско-Печорске и на встрече с населением получил звание почетного гражданина района. Для того времени, 60-70-х годов, относительно других областей и районов, у нас Тройско-Печорске было хорошо. Именно тому времени. Но ведь время идет вперед, и мы должны в ногу со временем шагать. За каждую отдельную часть программы развития жители могли проголосовать красной в протест или зеленой карточкой в поддержку. В итоге стратегию развития района собравшиеся поддержали почти единогласно. В завершении визита Сергей Гапликов в компании Николая Божукова встретился с первым тренером олимпийского чемпиона Владимиром Шамановым. Губернатор поблагодарил его за большой вклад в развитие спорта в Коми. Вот эти длительные у нас тренировки были. И планомерные по его плану, которые он привез от своих там тренеров. Так Тройско-Печорск дал старт общественным слушаниям планов по развитию муниципалитетов. Один за другим власти городов и районов должны будут представить на суд жителей свои точки роста. Все это в итоге ляжет в основу большой программы возрождения всего региона.